Ребят, всем привет! Да? В общем, мы едем сейчас в аэропорт Сейчас от родителей Пусть здоровы! Что, мы летим? Да Ты мамочку и папочку держат А, мамочку отпустим Нет, держат, отпустим В общем, едем мы сейчас Родители там сидят Родители Всем привет! Вот Такие дела Надеюсь, я ничего не забыла Очень на это надеюсь Так, ну что, ребят Из-за того, что... Ладно, так неудобно Из-за того, что у нас ребенок До двух лет У нас была отдельная проходка по Лабиринту для людей с детьми Поэтому мы прошли Регистрацию на рейс Сколько? Не знаю Две минуты Ну, пять минут Это с тем, что мы просто все Складывали и забирали с этого Страпа, на который надо было все снять и сложить Да? Угу Короче, мы еще и так быстро Никогда не регистрирулись на рейсе Еще никогда без этих людей не проходили, да? Угу У меня широкоугольная камера Которая захватила твою эту Вот эту вот Вот Мы здесь будем садиться на самолетик Ждем его Смотрим на дядю Дядя Самолеты В рюкзаках Во всех есть Так, ребята Мы зашли, короче, в аэропорту В комнату матери и ребенка Смотрите, здесь есть кухня Оставляется? Зая, подвозник не нашел Только печеньку Зая, мне кажется, ты просто только печеньку и искал Нет, тут пусто, да? Печенька? Угу Что, папа? Угу Подвозник где? Да в любом Вот в этом рюкзаке Угу Зая, под этим Да ты печеньку просто нашел Угу Все, я не подскажу Тебе ищи подвозник для Даны Смотрите, поддевайте И удобненько все Да нуль Только не надо туда заходить Да еб туда, я что тебе? Сыщи, кореша Ты что, корова где-то я не найду? Наконец-то Называется, если попросить папочку Чтобы он этого мог найти что-то Он нашел печеньку Больше он ничего не смог найти Давай письку На А Айпад Все, шестяна в туалет Ты неремальный Поехали Смотрите, а это что у нас? Тонально Это электричка или что это? Да Тут же же та самая электричка Класс Прикольно Вот вам электричка Прикольно Давай У вас тут интим? Не смотрите на нашу письку Интимная Немножко У это? Нет, нет Условия Да Нет, нет У нас пока все окей Мы еще не будем взлетать Сядем Будем У нас У нас Тон У нас У нас У нас Какие щёчки вкусные. 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 Пойдём. Водички вкусные. Конечно. Какие. Какие. Какие щёчки. Какие щёчки. Та не пищи. Какие щёчки. щёчки вкусные. дверцы. Так. 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 выглядит. наша тумбочка. купили молоко. для данной шоколадку. купили. И вот такую здесь воду дают. Короче. фигня. фигня. Вот. Так. Что ещё у нас есть. хорошие. Кстати. Шторы. То есть они такие плотненькие. Хорошенькие. Большая наша двухспальная кровать. И также есть вот такая вот односпальная. И мы сдвинули все кровати. Здесь спиддан. Я и Андрей. Я и Андрей. Кстати. Зеркала есть возле этого. Возле. Вообще возле большой кровати. Светильники есть. Кондиционер есть. Достаточно чисто. Достаточно. То есть новый ремонт. Свежий ремонт. Нам очень нравится. Потому что это не хуже тех отелях. Где мы были. Но и не самый-самый такой лучше. Но он. Ну наравне с. Вот этим. Которым мы в Египте были. Он. Есть точно. Нет. А тут тоже 4 звезды был. Но это может который мы первые были отель в Турции. Ну вот. Нет. Первый отель в Турции. Заш. Я тебе сейчас покажу фотографии. И это совсем не такое. Это лучше чем тот который у нас был. Когда мы начали делать пересеновку. Тут короче старая тапочка. Ну за тумбочкой. Да. Ну а так мы зашли. Первое время ходили босиком. Не так грязно. На этом. Зай. Ты помнишь. Что в Рантатиле у тебя валялось это. Светильник над тобой валялся. Поэтому если с Турцией сравнивать. Это лучше чем Рантатила. Намного. Ах. Ах. Это можно с Одессой сравнивать с теми апартаментами в которые мы селились. Там где был рифленый. Нет. То было лучше? То было хуже намного. Чего? Все я тебе восстановлю в памяти это видео. Так. Вот такой вот у нас балкончик. Нам дали не самый лучший номер. Но мы могли попросить. У нас двойной балкон. Какой не самый лучший. Посмотри. Можно переложить сюда. И посидеть здесь. Так. Но он у нас классно. Потому что вот смотрите у нас там подромой. Мигр с супермаркет. Вот наше моречко. И кстати вид здесь намного обзорнее. Нежели было моречко. Смотри на Татиле. Помнишь? Вот такой вот угловой балкончик у нас. Правда посидеть негде. Только вот столик есть. И место для курения. И розетка есть. Вот. Вешалка как обычно. Короче. В принципе номер у нас классный. Мне нравится. Релакс бич отель. В общем все. Мы будем идти выдвигаться на море. Пока нет солнцепека. Пойдемте ребята. Готовы? Все готовы? Все готовы. Пойдем. В общем вот так вот выглядит наш обед. Я обязательно вам покажу как здесь кормят. Но наверное не сегодня. Вот. Мы с вами брали разные вкуснятины. Сейчас будем кушать. Кстати здесь очень большой выбор еды. И все по виду очень вкусное. Но и по запаху очень вкусное. Сейчас будем пробовать. Сразу могу сказать. Вот стопроцентно. Вот. В Турции во второй раз конечно. Во второй раз точно такая же система. Если что там чем-то. В плане типа вот например картошка. Это она была просто вареная кусочками. Сегодня она уже из горчика. Она скорее всего не свежая. Она прям воняет кислым. Таким творогом. Сыром. Не знаю. И на вкус такая же. Поэтому в Турции всегда обязательно пробуйте и нюхайте еду. Если вы берете ее в чем-то. Типа в соусе каком-то. Или вот например как картошечку. Потому что в Турции когда-то мы набрали картошечки и я отравилась. Или картошки или вермише или в этом. Макароны по моему в соусе были. Я ими отравилась. И меня рвало. И было очень плохо. Целые сутки я прям умирала. Спасибо всем туркам которые тогда меня спасли помогли. Пока мы шли в сторону аптеки. Вот. Но вот это прям ужасное. Это прям вообще не стоит есть. Обязательно проверяйте. Все остальное было очень вкусное. Кроме вот этой картошечки. Мясо какое-то все здесь не очень настоящее. Но что поделаешь. Ну в принципе вкусно. Хорошо что я нашему Дану купила еду. Вот этой турешке. Потому что ну накормить реально ребенка нечем. Ну то есть он у нас не живет кусочками. Но здесь и реально ну типа не вкусно. Вот она как то. Так что вы знаете детская пища. Ну мы могли переблендерить например курочку с рисом. Но мы уже его накормили турешкой. Будем страховаться. Короче смотреть. Это конечно трындец. Я не знаю чем кормить такого маленького ребенка. И как вообще с ним быть. Кстати вот так вот выглядит территория с бассейном. Детский бассейн. И вот здесь вот столовая зона. Кайф. Есть кстати еще второй этаж. Кайф. Вот находится наш отель. Сразу выход на пляж. Мы идем сразу к светофору. Потому что там ближе находится пляж без камней. Смотрите. Как красиво. Ну вообще обалденно. Преобалденно. Мы жили вот там. Полтора километра туда вперед от этого отеля. Мы жили в Гран Татило отель. Тоже очень классный отель. И удобное месторасположение. Вот. Вот такой вот заход в наш отельчик. О! Наш балкон вот там вот. Видишь? Да. Вот так вот выглядит кстати рецепт. Вот. Наш Дан очень любит эти стульчики. Пытается на них вылезти. А вот тут вот находится ресторан. Вот сюда если пройти. Вот сюда. И там же бассейн. Красивые розовые стульчики. Из всех мне нравятся только розовые и фиолетовые. Еще зеленые красивые. Но не такие конечно розовые. Кофе тут ужасный ребята. Наверное попробовать лучше кофе и милк. Давай попробуем кофе и милк. Давай. Сюда? Да. Мне кажется кофе просто с молоком, а не латте будет вкуснее. Ты двойной сделал? Ты нам тогда двойной сделал? Ну да. Ну-ка. Помотыляй. Хватит. Смотришь, как хорошо. Все равно ужас. Но получше. Мы тогда, когда были в Турцию, мы тоже с тобой выездили, что проще брать кофе с молоком. Оно более вкусное, нежели если нажать на латте. Угу. Ну можно еще вон попробовать капачино и моко. Давай капачино. Угу. 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 Странные, конечно, тут вот эти вот потолки, но атмосферно, неко не качественные. Они даже не качественные, они просто чуть-чуть слабковаты. Тут просто много цветов одновременно используют, и немножко в этом получается бескуситься, а так очень даже красивенькие. Ну что, мы после ужина вообще вышли и гуляем по набережной. пошли только что приобрели данную эту тунику такую на пляж лёгеньку, потому что ребёнок просто сгорит. А в Киеве, кстати, они дороже были, но здесь мы долго не искали, мы просто зашли в первый, мы всё равно в центр не дойдём сегодня. И взяли здесь у нас недалеко, на аллейке, получился 200, 200 чем-то гривен, да? Ну, 250, может, чуть-чуть меньше. Вот, я думаю, конечно, если бы мы ещё искали, то мы бы нашли дешевле, но мы нашли и сразу же взяли в ближайшем месте, где мы увидели эту тунику, вот. Но чемоданы, кстати, здесь 750 гривен, здоровенный чемодан, то есть они торгуют до такой стоимости. Вот. Но нам надо поменять деньги, потому что в долларах они галят цену намного выше, нежели в лирах. Ну, нам выгоднее просто курс в лирах, нежели в долларе. Они-то считают ту же стоимость лир на доллар, но нам тогда дороже получается, нежели мы предполагаем по курсу лир. Да? Угу. Вот. Поэтому поменяем, естественно, здесь лиры, возьмём и тогда уже пойдём покупать всё. Вот. Ну, и у нас такая знакомительная сегодня была. Я просто уточнила всё, что меня интересовало, поняла. Давай перейдём дорогу. Пойдём на ногу, ещё здесь много переходов. Мы, кстати, уже дошли вот там вот, Гранд Татило, в котором мы жили, а здесь вот мы в первый же вечер фоткались с Андреем. А вот там вот на вот той горе есть подъёмники. И на подъёмнике мне Андрей когда-то сделал предложение. Да? Угу. Да. И мы приехали в Киев и через полтора месяца сразу поженились. Все думали, что я беременна. Ждали-ждали, а пузик так и не вырос. Ну, единственное, чуть-чуть вырос, потому что я откормилась. Вот. Потому что мы и тут наелись. И потом я была в шоке, сколько есть этот молодой человек, когда вышла замуж за него и начала тоже с ним только заесть. Пока готовила всё это я ела, потом с ним садилась, сняла. И, короче, да, я тогда поднабрала прям очень сильно. Я была такая полная какая-то. Ну, я в шоке. Я когда пересматриваю фотографии к нам куда-то, типа, на учёбу этот... Кравчук приезжал в президенты. Я такая пересматриваю фотографии. И именно на фотке с Кравчуком я увидела, какая я жирная просто. Это просто был какой-то пипец. Но я тогда даже не задумывалась об этом, не видела этого. И просто со временем у меня прошёл этот вес, и я его скинула. Даже не прилагая никаких усилий. Вот. Вообще такие дела. Вот. Единственный минус Gran Tatilo и отеля то, что вот это это не отель, это квартиры. И вот находится вон отель за квартирами. У нас, кстати, видите, вон балкон светится. Вот там мы жили. Да. Да? Да. Вот пляж номер семь. Мы здесь спускались, и вот здесь вот мы купались. Вот. А вот здесь, в этом отеле, есть подземный вход. И мы когда-то попали таким образом случайно на территорию этого отеля. Помнишь? Вот этого. Ну, мы зашли и выходили. И я вот чуть с тобой стыковала, потому что, я говорила, у нас же браслеты Gran Tatilo. Мы прорвались. Ты что? И всякое такое. Вот. Мы уже направляемся... А мы ещё там пообедали? Нет. Мы уже направляемся, корыслив наш номер, потому что да, она разряжена на iPad. И мы сегодня так прогулялись, а вот уже все направлено. Лучше завтра садим на автобус у нас на остановке и доедем ещё в центр. Да? Угу. И ещё прогуляемся там. И посмотрим, почём там чемоданы, купальники и всё, что мы интересовались сегодня. Так, ну что, мы пришли в номер. Хотела вам показать ту ничку, которую купили до нулику. Вот она такая лёгенькая. Лёгенькая-прилёгенькая. Прям хорошенькая. По качеству, я думаю, ему в самый раз на пляжик. Ну, детки, все на пляжике в таких штуках были сегодня. И я просто увидела это и думаю, стопроцентно надо брать. Вот она тоненькая, идеальная. То есть ему не жарко будет, но и он не спечётся с капюшончиком. Вот. Как раз идеальненькая такая беленькая. Что с фокусом, ребята? Вот. Так что, купили, слава богу. Мы пришли в номер. До нолька сейчас смотрит мультик. Сейчас покажу, каким образом греем её мою еду. Может, на ужине ничего такого не было, чтобы мы могли. Вот. Вот. Кипят моего купальника Андрея вбил кофе. А основного купальника отечественного. Вот. Хорошо, что мы набрали вот это вот всё. Греем сейчас кипятком. Сейчас не так я ему грела. Мы купили вот такую вот штуку. Мое следствие стоило всего лишь 6 лир. То есть это 18 гривен. Сам Ферри для сравнения стоило 8 лир. Ну, мы взяли самая дешёвая, потому что нам не ничего такого обмывать не надо. Нам нужно было помыть нашу садочку, которую мы брали скидывать. И мыть, да, на тарелочке и посылки вообще. Вот. Мы пришли уже домой. Я сейчас пойду в душик схожу. Ну, Андрей сейчас покормит Дана. Я как раз в это время схожу в душ и потом беру масочки. Я себе взяла в этот раз масочки, потому что лицо моё после пляжа в состоянии не очень. Поэтому масками я каждый вечер должна увлажняться, чтобы утром она не была пересушена. Вот. Ну, кстати, здесь вода не такая ужасная, как была в Египте. Вот ещё в Египте она прям... Она была хорошая, но потом ощущалась очень сухая кожа, сухие волосы. И, кстати, я взяла новый себе шампунь от Lido. Вон он там вот стоит. Вот этот вот. Увлажняющий, короче, шампунь взяла. Очень хороший шампунь. Безумно классный. Просто волосы мои никогда не были ещё такими гладкими, и чтобы они так прям блестели-преблестели. Я кайфанула. Ой, в номере, конечно, у нас уже бардак. Ну, что поделаешь. Такой отдых, да, Дан? Когда в номере не соблюдают правила чистоты. И так далее. Продолжение следует...